что снимает снимает она по щит но так соседи пока еще стройка только-только въехал этот дом так что здесь здесь вот дорога должна продолжаться мне кажется они должны ее достроить все таки здесь она у меня буквально вот я его может быть не вижу и из этого из мари это ряска что ли таксоз рязкой зависло до о лягушку нас давно посмотрите вот эти все новые дома них не было как мы вселялись это было поле там ничего не было это совершенно новые дома а мы тут можем пройти да наверное пошли и змеи у нас не водится переживать не за что нет я сама холода не выдерживаю хоть и не змея а это кто тут живет где вот дырочки наделал землю это на дело такие дырочки да я не знаю кто это тут вот следы собачьи наверно такой это бегают кто так это наши соседи вид вид с другой стороны короче тут у всех кака валяется на это так ухты я никогда тут не была так ну что то что кота не посеяли траву что-то на рядами такими растет ровными сейчас мы посмотрим вот он наш дом и вот она ланский вот правильно она самое мокрое кстати этот ланский появилась вот он он но тут круто земли положили вот эти да это наша да с нашей стороны неплохо было бы чем-то воткнуть наверное с нашей стороны это койота мы сто лет не нужно вот он в общем с нашей стороны просто воткнуть эти наверное дешевых ну что доллар 100 съезде там есть кисты страшные такие бордюры вопрос состоит в том чтобы они просто держали как бы землю вот и чтобы она ничего не высыпалась не осыпалась она в итоге зарастет правда не любят незаполненных мест все это зарастет класс ночи мы разведали сходили что у нас там с той стороны нужно поехать в доллар 100 купить эти бордюрчики и туши эти штучки везде живут которые колупают дырочки здесь еще по моему пару домов они построят и все надо этого леса тут уже ничего не не войдет не влезет и все дорогу эту должны построить там я смотрю они пригнали технику постепенно постепенно все сделают этому дому крупно не повезет сбоку потому что если не буду что-то еще строить это как нам уже так строили кстати да что-то они тут рыли 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 вот этот вот трактор тут ездил 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 все на этом все изогнулась он там гуси сидят я не знаю видно вам или нет эта камера очень далеко снимает но на берегу озера все берег весь берег озера гусями заняты один там голову вытянул типа на нас смотрит а гуси сидят да он там еще на изгибе тоже гуси сидят канадские 2 вон плавают здесь должна быть дорожка по плану вот сюда вот она она вот видите начинается прям возле их нее стою вот она на где заканчивается этот отсюда должна быть дорожка не знаю они должны привезти сюда землю посадить должны быть деревья и должны быть скамеечки очень красиво я бы с удовольствием выходила здесь летом сидела люблю посидеть летом возле озера так мы приехали в доллараму сейчас пойдем посмотрим есть ли какие-то эти как они как они называются бордюрчики до решили перед большим потоком воды который на нас сегодня на грянет решили о канада доведет ты хочу на канаду да и продается что ли чё так они это очки блин слышь лось типа спаси ухты смотри мама это путешествие на работе надо будет что-то одевать у нас кухня ухты мы сюда пошла смотри какие разделочные досточки есть четыре доллара хорошенько смотря здесь все написано нервные эти штучки на дешевая конечно чё-то еще есть к этим борт есть к этим борт запретом для хранилки что-то есть все с этой стороны и танцел смотришь да смотри органайзера есть для спайс это если ты кладешь видишь в дрорис и ты положишь ты открываешь но у нас там и так места не очень много что тут еще я люблю так иногда походить посмотреть что есть что продается на этой стороне тут всякая мелочь позади на чизк лос кстати кто любит творог делать вот как называется марли через которую можно сделать чизк лос это марли вещь очень нужна да так что еще тут для мытья всякие юки моталки вообще короче надо купить срочняк что вам а там а зубочистки нам стать нужны зубочистки чувств x ты видела какие сушки а эти вообще какие-то с утеплителем блин 2 долларов всего лишь стоит суши мамаши буршни а там внутри слушайте там внутри посмотри какие перчатки нет и по шубой вообще зимой можно носить бог да не знаю нужны ли нам перчатки к магазин кстати когда заходишь тебе это надо это надо это надо и все интересно и надо посмотреть вот эти штучки тут есть доллар двадцать пять стоят такие штукянцы все пошли ребята так я иду микрофайбер статик вот машину можно мыть а нет это это пол протирать кстати очень классная штука для пола что вы думаете про сегодняшнюю погоду то что глаза будет пугает грызовиками тёлками пугает где можно купить отдельно вот хэндл любого цвета какого хотите отдельно шутку мама уже что-то нашла а тебе зачем шоточки а у нашего нету щеток возьми одну какая разница они все равно по доллару 323 доллара все равно недорого кевин предзабрался похоже тот кевин комет вим есть тут многие как бы покупать что-то помолив есть 250 сушая раньше же у нас в украине полмолив продавался мне кстати самый любимый тадан ой даже финиш есть насколько здесь 10 по 3 доллара призов даже если даже не знала что за 100 все продается наверное если посчитать может быть здесь что-то будет все эти какой органайзер продается типа ставишь себе чтобы там напитки всякие разные буду елки на так watch it today or naked tomorrow по стирать свою одежду сегодня или будешь завтра раздетым голым так а здесь что здесь пластиковая всякая разная ерунда сейчас мы с вами народ тут находимся посмотрим что тут есть мусорники всякие разные одеялки шоточки face cloth которыми моются ну тут оно засолилась труба на кухне ты чё есть специальное такое средство называется драна драна делу туда он там все пробирается все про драну драна все про драна тут уже есть эта штука для сушки находим полненькие если есть худенькие свечки тут есть какие-то пластиковые посудки это все такое декоративное что-то свечи на анальные анальные ну вы даете товара не все равно елки вот эти информацию переваривать ой вот все все короче хотела посуда есть такая она дешевенькая но она есть если я кстати стеклянные кружки да кстати неплохие ученки купились и для чая очень здорово да неплохая чашка 3 доллара я сама с доллара стара начинала когда-то не лечил за выходи сразу давай опа опа какие лопаты это градусник был который поломали шмарагды ну так в жабке себе вчера купила на волосы у нас девчонки все вот с этими штуками ходят слышишь там чуть не по 20 баксов переплачивать горя что она волосы не выдирает не знаю ночи если постараться мне кажется выдрать мужчин все что угодно я слышал что она типа для волос хорошая бантика такие вот секунду вас на ну вот чак уже зеркаля зеркаля зачем те зеркаля наводить тепла тебя ногтей ресницы даже искусственность 4 доллара что не знаю наверное типа того так что тут есть вон какие-то лаки есть какая хорошенькая в глаз брызгать это что органайзер и рейнс типа ты и ставишь да и зима мобили балок уронил ребенка уронил ты падаешь так как в этом фильме да я зеленого понятия не имею что продают доллар магазины что они там это я просто хожу так же как и вы со мной и зеленого понятия ними о мамбу а надо купить ну так для путешествий типа на канада и всегда такие ну не знаю покупала либо я их здесь они может быть после такой как их бросают они на на отвалятся это читает очень такое типо ванную бросать пока я хорошо если ты будешь ведь может какую и ход очка для меня логический набор зачем врачу поделитесь набор набор маленького садиста сок сейва сок сохраняет ну на на раковину она сохраняя тебе мыло да но не дает возможности ему расплыться вот и мыться на все будьте сохранять я говорю все это что типа типа дорогой мыло она пахнет жуть русский соль так этими штуками не моются не слишком дерут эпсом солнце и слушай так вообще можно и помыться и все как можно сделать вот шляпа вам есть вот даже невею можно купить вон и гарнир тут продается вообще дешевый да просто зайчик а ну вообще короче в лучших домах парижа наверно просто зайка пушистенькая такое для деток что-то даже есть не знаю а это типа для путешествий да наверно выкладывать надо всякие разные крема выгодок такое но классненько на руль даже какие-то тут эти есть привесить это а это типа калифорнии андастер что ли вообще не того даже качества вот какие-то фонарики даже не сушки лампочки они на батареи что ли а вот solar стерлой типа даже они придумали теперь стерлой который цепляется на то что я хочу потом поставить себе на этот здесь она все такое как бы немного одноразовая она быстро ломается ну типа меденчайна да сделано в китае но ничего все равно есть до меня устраивает иногда это тоже что-то покупаю с удовольствием больше смотри для кетчупа подставка ну так вот желавка это со стульями для те говорю для кетчупа суши оригинально придумали да супер мне нравится я бы купила просто внешность барбекю нету никуда ставить до конечного вы любите да я это все дело вот для через накрывать кресло доллой замуж там ты бал есть накрывать что до долг долг провести порт не надо мне сыну страшно она как германская война по типу подставки подпорки вот эти страшные гейтс да это что такое это типа чтобы животные не ходили вообще садизм какой-то оно типа не поранит но неприятно будет мам если такая страшная фигня за 2 доллара вот пластиковая есть вот деревянные такие решеточки что каждая 4 долларов это чтобы животные не ходили да ты знаешь мама здесь не разбежишься здесь получается шанал как бы два доллара три доллара стоит но если ты будешь их покупать например вот эти даже те же самое доллар 50 это сколько нам нужно доллар 50 вот таких штук но здесь силы 50 сантиметров а у нас там дофига шей трошки может быть проще купить канаде интера за нормальную цену может быть то на то и выйдет считаем допустим нам нужно 30 или 40 штук ну и чё 30 или 40 долларов так проще уже купить к ней в канаде интера за нормальную цену надо посмотреть что туда заехать канаде интера там тоже такие штуки то конечно птичка в золотой клетке елки-моталки тоже совсем чуть-чуть тут сантиметров 40 буквально это что всякие разные крутилки а там видно что за сила 50 сантиметров я от своих порога солнышки вот дешевая на солнышке есть на дерево вон можно прицепить такие глаза кормушки для птичек дешевая сова-то какая сова garden stones типа вот типа степень стон здесь страшненький она есть 3 доллара штука вам и пошли туда и глянь на этот ужас посмотри это типа он ночью что сидит у тебя так светит глазами удашь капец какой-то всем ужасов на даже эти шторки смеешь только что-то что-то бедный заяц оторвали у него на тут всякие обойки есть он даже плитка типа есть смотреть типа можно просто наклейками поклеить типа бабочки всякие разные только необходимы на еще и красоты вообще до камешки всякие вот коробочки это типа полочка такая да да это маленькая полочка рисовать краски блёсточки есть все что сусальное золото блин лифт смотри можно даже золотом что покрыть типа сусальное золото как я сказала да так лэнон щит это что такое а это просто льняной такой этот прищепки он какие есть всякие разными суть как сделать dream кетчер глазки всякие разными бисер вон есть немного но есть мой господи ты боже мой то что-то сиделка лупал это все мелочи красоты красиво это дело тут целый скраббук поэтому наверное да вон смотри какие красоту нужно куда-то наклеить наверное да я не знаю для скрабукинга те кто делает на фотографии там красиво оформляет пайетки смотри какие есть какие хочешь цветочками такие вот есть для вышивки к сожалению ничего нету все пошли в этот смотри а на этом можно вышивать или нет не очень равномерно атака она вот эту шансу она нет она как раз таки на нашу дак подожди где не канвас мама то эта фигня называется пергола пергол это большая 700 долларов да она как раз таки на нашу дак идет подождите а сухождают сайты по моему я не вижу тоже но я вот не хочу с металлической крышей какая-то все писать и крыша нагревается по моему встали по моему а на! но Лампочки стоят 29,99. Девушка тоже дергала. Я рассмотрела на какого нейбера ты сегодня не любишь, туда ты вот эту штуку направляешь. Меня устраивает, потому что это не металлическая. Ее можно снять, чтобы солнце проходило. Она дается даже в кредит? Да, она даже в кредит дается. Мама, тебе Канайдентара все даст в кредит. Все, что ты хочешь. Хочешь мебель, они тебе ее дадут в кредит. А вот 10 на 10 даже, она меньше. Это ваша пергола, да. We can install. То есть если ты не знаешь, как это все устанавливать, они придут тебе даже домой, это все поставят. Она меньше, чем наша ДЭК. Ай, блин. Там написано 10 на 10. Вот такая пергола, блин. Мне нравится, потому что на ней можно лампочки повесить, как тебе взбрендят. И можно снять этот верх, чтобы солнце светило. Надо думать про эту перголу. Я пойду померю, может быть за счет... Она достаточно вместительная, но может быть за счет... Ты просто тянешь, и она опускает сюда, куда надо. Ясно. А как я с первой иду? Так, подожди, я сейчас опущу ее с другой стороны. I like it. Именно на эту я смотрела. Будем думать, да? Нравится, да? Надо домой прийти померить. Надо прийти померить. Она здесь есть. А вот есть с металлическими крышами. И я не уверена насчет металлической крыши. Во-первых, потому что она сплошная. Она закрывает солнце. И зимой ее убирать не будешь. Она будет стоять там постоянно. И вот выбираешь между вот таким вот зонтиком. Вот эти зонтики, они у нас по 500 долларов. И на них уже лампочки как бы пределные лампочки. Но он занимает вот такое место на дек. Цитронелла есть от этих. От комаров. Ну вот, поди, думай. Куда мама делась? Тихо, я отвернулась на 5 минут. Она уже куда-то делась. А, вот она. Она слышала ее. Мам, ты где? Я здесь. Я говорю, куда делась? Куда делась? Там сеточки, все прям салаты. Интересно. Такая прямо, да? Да, вот такая вот. Надо же. Они по-другому немножко крышу сделали. Ну ничего. Это от наших москитов, блин. Посидеть невозможно на улице. Они пропали какой-то период времени, а потом опять появились. Причем такие садистские, это ужас. Это не москиты, а звери. Вообще зверюги. Они прям ноги отрывают, руки отрывают. Вообще выкручивают, капец. Кровь высасывают. Кровь высасывают. Всю вообще. Один сел, всю кровь высосал. У нас ужасные москиты. Нужно будет нам купить эти... Да, ничего такого нет. Подожди, подожди, подожди. Дек, маркер. Вот они, они. Дек, маркерс. Вот они прикручиваются, а это... Дек, инвал. Можно на дек и на стену прицепить. И они еще и мошен. Вот. И есть поверху на эти штучки можно цеплять. Но мне их цеплять некуда, по сути, эти. Которые цепляются на дек. Если у вас есть такие выступы, то на них можно прицепить такие с фонариками. Но у них просто некуда цеплять. А вот эти я хотела прицепить. Сколько здесь они? Они светят от 6 до 8 часов. Они на дек. И сколько отсюда здесь штук? Две. Две штуки. Мне нужно 4 минимум, да? Или нет? Сколько нам нужно на ступеньки, на дек? Две, да? У нас две ступеньки. Раз, два вниз, да? Наверное. Наверное, да. Смотрите, какие лампочки тут есть. Ананасы вон еще. Намотали проволоки просто. И бисер. Класс. Мне вот такие лампочки нравятся. Ого, 129. А что такие дорогие? Ёлки. Смотри, они зимние. Тоже уже сюда поставили. Говорит, а... Вешайте. Идите покупать уже. Вешайте, что хотите, блин. Кстати, у нас есть старые lights, которые мы можем выставить на задний двор. Конечно. Помнишь, я покупала еще на баке-арке lights? Ну, стрекозки у нас были. Ой, блин, вообще ничего не знаю. Надо спускаться. Смотри, как красиво, если вот так вот сделать. Ну да, красиво. Как уютно, блин. Блинский. А если ты еще в Калифорнии живешь, то еще в два раза уютнее? Когда постоянно так. А не только два месяца в году. Так, здесь земля. А что мы ищем? А, мы ищем эти бордюры, да? Я когда попадаю в магазин, уже забываю, что я ищу, зачем я пришла, короче. Сейчас. Они здесь, они здесь есть. Я просто смотрю на орхидеи у меня есть. Это зачем? Рок мини river rocks. А, это из реки? 5,99, 6 долларов. Слушай, пошел, нарыл в реке этих камней и продал. Все время говорю, деньги валяются на земле. В лесу и валяются на земле. Только по земле. Украшалки для вашего ярда. Так, кармушки здесь есть. Это для кого? Это для дятла. Тебе дятел нужен? Ну, а летучие мыши. Вот для летучих мышек есть. Домик для летучих мышей. У нас они есть. Они, кстати, полезные. Блин, у меня же кормушка где-то есть для калибри. Надо же повесить. А вот ореоли еще. Ореолы есть еще. Некоторым людям вот этот нравится, Stone Edge. То есть, это вот так вот ты его выкладываешь. Вот так вот. Он выглядит как камень. На него просто наступаешь. Он туда кольями так вбивается. Сколько здесь? 17 долларов. Сколько штук? 6? Не, подожди. Да, 6 штук 20 долларов. Так это сколько нам его надо? И сколько? 6 штук закрывает. Значит, каждый 30 сантиметров. Ресайкл материал. Кстати, они с чего-то его переделали. Это переделанный материал. Наверное, пластик какой-то переделанный. 30 сантиметров 1, 6 штук, 6 на 3. Это 1,8 метра, да? То есть, оно покрывает 1,8 метра длины, да? Да? Ты что насчитала? Она когда шила, она же шила платье, она же шила мне платье, и она должна была посчитать что-то там. А потом садилась и говорила, подлица умножения 6, 6, 6, 6, 25, 25, 25, окей. Теперь сейчас мы посчитаем вот это, все правильно. Она была что-то смешная. Да, у нас бабушка была очень смешная. А такая же, ну это, смотри, а мы BirdBus будем брать или нет? Ну, ну-ну-ну. Вот такую маленькую, нет? Ты знаешь, почему? Из-за комаров, да. Пока нет. Пока. Это не значит, что мы вообще ее не будем брать. Просто я говорю, что пока нет. Почему? Потому что... BirdBus, это вы туда набираете воду и даете птичкам поплескаться. Дайте траве устояться. А то что, птицы траву, что ли, срывают? Нет, дело не в этом. Дело в том, что... Слушай, а где бордюры? О, красивые такие штуки. Так я тоже на них посмотрела, кстати, на этих структур. А вот они лежат, кстати, здесь. Очень нравится. 19-20 долларов. Подождите, я сейчас ключи поможу. Я сниму сейчас. Давай. У меня ключи в руке просто от машины. О, это нет, другое что-то. Это метелик. Нет, метелик мне не нравится. Такой стрекозки больше нравится. Подожди. Они стрекозки самые каши. О, вот она она. Вот эти дуярики. Ее можно повесить на этот, на гейт. Да, элементарно, Ватси. Драгонфлай. Стрекозка тут. По-английски стрекоза драгонфлай. Летающий дракон, кстати. Ее на забор можно повесить. Ну да, можно две купить и повесить на дек. Не на дек, а на калитку. Вот они они, видишь, я говорила. А здесь такой же самый 8,99 стоит. Там 3 доллара, а тут 8. Да. А та же самая история. Там самый пластик. Кстати, кто не знает, расскажу вам секрет. Знаете, что это такое? Оно выглядит как осеное гнездо. Я, по-моему, рассказывала уже где-то, что осы очень территориальные. У нас продаются вот такие. Это просто бумажная штука. Осы очень территориальные, и они не любят других ос на своей территории. Поэтому, если у вас завелись осы где-то в доме, повесьте вот такую фигню, они уйдут. Потому что они подумают, что там еще какая-то наглая компания к ним присоединилась, и они этого не любят, конечно. Так, что у нас тут есть? Термометры? Твоя любимая weather station. Да, я обожаю. Я хочу дорогую купить. Мама хочет с таким пропеллером, который крутится. Нет, девочка, что, 129. Видишь, она показывает все там, тучки. Солнышко, дождичек. Мама, она нарисована, но это не значит, что она там показывает. Я понимаю, она будет показывать. Не уверена я обо всем этом. Я вижу, что нависовано. Так, посмотрим, что тут есть. О, сот продается, вот он он. Вот один ролл стоит 7 долларов. 7 долларов один такой вот. Слушай, вообще, такое суши стоит. Суши такое стоит, да? Сейчас я гляну через эти. О, какую красоту понавезли. Мои розы еще стоят. Сколько они стоят? 55 долларов. Нравится мне эта роза, пустиком таким. И трава нравится мне. Вот она, моя роза стоит. Я люблю именно розы, которые оранжевые и желтые. Не знаю, почему. Так. Шакардоска же красивая. Но в какой же зоне она растет, эта деревянная роза? Тебе не нравится чайная? Да, чайная роза, нет? Ой, да мне все розы нравятся. Я вообще, я хочу очень сильно посадить розу. Ужасно хочу розу посадить. Посмотри, какая красота. Никогда не одинока. Это для меня, блин. Зона третья. В нашей зоне растет. Вот она, красавица. Шиповник продается. Смотри, какой-то вообще шиповник. Или это не шиповник, это такая. Pretty Joy. Это шиповник. Шиповник? Да. Только они его переделали. Переделали? Ну, генетически модифицировали. Посмотри, ты же не видишь такого шиповника, который розами такими цветет? Не, не видела. Вот. Кстати, нашу провинцию называют как? Wild Rose Country. Страна дикой розы. Да. Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах много-много диких обзян. Вот такой цвет розы мне нравится. Смотрите. Вот. Вот я не знаю, почему. У меня именно эта роза для моего глаза, она привлекательная. Не знаю. Всегда нравились такого цвета розы. Слушай, как много. Ой, как я хочу. Ой, как я хочу, хочу, хочу. Хочу. Ой, а это что такое? Подождите, дайте пощупать. Ё-моё. Оно живое. Класс. Чего это? Потрогай. Аккуратненько, да? Сосиски прикольные. Да. Все-таки только растений нету вообще. У меня с ума сойти просто сколько всего выращивают. Далее есть. Короче. Ух ты, какие хвосты. 32 доллара. Вот они. Вот они, они, красавицы. Вот. Мне такого нужно размера. Я сразу взрослую хочу купить. Нам возле окна, если ее сажать, нужно таких три кустовца. Если мы хотим три одинаковые посадить. А если нет, то вот есть. Ух ты, я обожаю хосту, ребята. Она такая красота. Ух ты, смотри, а этот цветет, вон как красиво. Тьфу, иди нафиг отсюда. Комар. Не пахнет. Ой, давай на деревья посмотрим. Видишь, 10 долларов. Просто выбирай, какие хочешь. Я бы рада посадила, скорее всего. Одну такую, одну такую, одну такую. А есть они разного размера? Разного размера? Да. Ой, я об этом не подумала. Про размер-то. Вот. Это фрукты. Яблоко есть. Смотри, яблоки есть уже. Мама говорит, все, пошли, нервы ее берут. Нервы. Кстати, вот эта классная, она, по-моему, у нас осенью цветет. Пионы хотела посадить. Тихо. У меня слишком много, да, всего хотелось, да? У меня все туда. Боже, какая красота. Угу, очень красивая, действительно. Боже, какая прелесть. Действительно красивая. Природа, ты прекрасна. Я обожаю природу. Вот эти штуки. Смотри, мам, мы можем с тобой в центр наших ваз посадить вот эту штуку, которая тебе, в принципе, не поразна. Посмотри, какая она красивая вырастает. California Dreaming. Можно, кстати, только их посадить и ждать, пока они вырастут. Клевая штучка, хочу. Хибискус. Вон еще хибискус продается. Мы покупали с тобой хибискус. Мы уже как-то мы не покупали. Да, мы все покупали. Мы сейчас наступция. Думаешь, у меня наступция вылезла куда? Да. Я посадила ее. Мне она нравится, она очень много зелени дает. Она как бы очень такая, которая... Очень, она цветет красиво. Да, она как бы... Вот, вот, цветет. Я знаю, что вон они. Вон, рыженький. Да. И сплевать ей удовлетворение, но вообще... А, это что такое? Тоже California Dreaming. Вот ты представляешь, я помню, мы когда путешествовали по Калифорнии, у них такие кусты вдоль дороги растут и постоянно цветут. Постоянно. Я так, блин, блин. Я обожаю Калифорнию. Я очень надеюсь, что даст Бог здоровья, силы, энергии и всего. Мы поедем в Калифорнию на машине. Денег, да, еще. Смотри, какая красота. 20 долларов всего лишь. Пошли, пошли отгонять меня. Говорят, иди, иди отсюда, иди. Да, ей дай возможность такую. Она бы весь сад посадила бы. Я бы все утыкала. У меня бы все везде цвело, росло, да. Я очень люблю краски жизни. Очень люблю. Я наслаждаюсь красотой природы. Мы уходим огородом, и ничего не купили. Надо будет свеки завозить, у него завезти в горы. Все будет завозиться там. Вот, вот такую надо брать. Она стоит всего 67 долларов. Как ее привести? Идеи. Я идеи принимаю. Она доживает до... Мама, четвертая зона. До минус 34. Это все хорошо, но 34, это, конечно, круто. Не, 67 это нормально. За хороший взрослый куст это нормально. Мне нужна только зона третья, потому что они погибнут. Там спереди было написано. Она может погибнуть у нас. Минус 34, видишь? Hardity zone 4. И май горы, да. Или она перестанет цвести. Потому что сейчас... А вот еще есть хидренджия. Это как она? Гортензия называется, да? Вот она белая. Наверное, самый некрасивый цвет будет третья зона. Зона третья, я же тебе говорю. Самая некрасивая будет. Не, она белая. Она будет просто белая, да. Нет, сейчас мы уже... Маманец, все. Уходим. Нам нужно купить этот самый шед. Делаем все постепенно. Да, нам нужно... Потому что мы пока не купили шед, мы не знаем, сколько места он займет и куда что сажать. Ой. Да, нужно шед покупать. Вон, опять-таки, мы увидели Газибу. Вот эту красивую, да. Надо прийти домой сейчас, померить, какая у меня дек. Куда она встанет. Ну, не знаю. Вот эти летние заболевания. Это, конечно, очень приятно. Но еще бы так бы деньги мне в кошелек капали, чтобы я это все могла свершить и сделать. Было бы совсем неплохо. Это возможно. Просто это делается постепенно. Начинает затягивать уже тучами небо. Я где припарковался вообще? Куда меня занесло? Где моя машина? Подождите, сейчас я попикую. А вон она стоит. Я ее вижу. Все, пошли домой. Мы поехали домой, ничего не купили, зато все разведали. Какие новые дома тут понастроили. Вот этот синий. Этот красный уже давно есть. Нравится мне. Смотри, ты когда-нибудь видела, да, что там как бы он такими этими спускается? Балконы, видишь, как у людей такими прямо лестницами вниз. Здорово. Ну и этот синий новый построили. Не достроили его еще даже, да. Ну, в общем, да, красиво здесь. Хороший район. Виндермир называется.